Всем привет! С вами Ксея, портал NaviGaming2 и это второй выпуск моего видеоблога. Мы сейчас находимся в Сиэтле, турнир The International, и вчера закончился первый день групповой этапа. Сегодня был второй день и пару слов о том, что было вчера. К сожалению, вчерашний день был не очень удачным для команды СНГ, в том числе нашей команде. В первой игре против китайцев мы проиграли очень сильно, проиграли с счетом 0-2. После этого мы сыграли с американцами 1-1, и также с таким же счетом была сыграна игра с второй китайской командой E-Home. Таким образом, у нас сейчас две игры выигранных и несколько проигранных. Точно такой же результат у команды Darer, которая находится в одной и той же группе с нами, и похожий результат у команды Moscow Five. Несколько слов об играх. Команда играла не самым лучшим образом, это было вчера понятно. Почему так происходит? То, что мне удалось видеть, ребята пока еще, скорее всего, не совсем собрались, не совсем как-то настроились на игру, но после матча с китайцами, в принципе, команда сделала выводы, и очень сильно надеется, что мы будем играть лучше. Сегодня мы будем играть с малайзийской командой Orange, которая удивительно показала, в принципе, достойные результаты. То есть ребята готовились, ребята хотят выигрывать, и данная игра, я думаю, будет очень сильной. Потом мы будем играть, если я не ошибаюсь, с MTW, и следующая игра будет Darer. Вот, на этом все. То есть сегодняшний день будет очень важным для нас, потому что мы должны будем выигрывать матчи, мы должны будем выходить в топ-4. Тем не менее, у нас есть еще, в принципе, все шансы выйти с первого места в группе, и мы будем делать сегодня все, чтобы этого достичь. Менеджер Александр Загравтико-Хановский, он говорил вчера с ребятами, то есть он настроил их на игру, думаю, что все будет хорошо. К сожалению, вчера не удалось взять интервью у участниц, потому что был очень насыщенный день, игры закончились около 10 вечера по местному времени. Вот, и сегодня я собираюсь наверстать, взять несколько интервью. Что касается интервью с игроками нашей команды, скорее всего, сегодня их не будет, потому что все-таки ребята должны быть настроены на игру, очень важный день, как я уже говорил. Но, тем не менее, сразу же после игр, может быть, завтра мы пообщаемся обязательно со Смайлом, пообщаемся с капитаном команды, купеем, ну и далее возьмем, в принципе, интервью у всех ребят. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы интересные к парням, которые вы хотите, чтобы я озвучил, пишите в комментариях, задавайте, я это все сделаю. Вот, в принципе, что еще здесь происходит? Пару слов о том, как все организовано в офисе Valve. Ребята играют без менеджеров, то есть, находятся пять человек в комнате, нету никого. Менеджер находится в специальной комнате, где они могут смотреть игры, комментировать. Также общаются с ребятами между матчами, то есть, между первой, второй игрой или там в перерывах. Скорее всего, после некоторых игр мы пойдем в отель, потому что вчера ребята, все игры были в офисе. Немножко утомительно, там очень много людей, очень много народа, то есть, возможно, мы сделаем сегодня некоторые выводы в плане организации менеджмента, но, как обычно, все будет происходить по ходу, и мы надеемся просто на хорошие результаты. Кстати, о других матчах, кроме команд, которые фавориты, это китайцы, само собой, которые выиграли, если я не ошибаюсь, 14-7, китайцы против остальных команд европейских. И также было удивительно то, что, может быть, для кого-то не было удивительным, но, тем не менее, интересный факт, брали Рубика. Рубика брали в 46 матчах и в 48, то есть, всего лишь в двух играх его не брали. Я не смотрел, но, возможно, в этом просто банили. Также очень хорошо сыграла команда CLG, это европейская команда, они выиграли все три матча с счетом 6-0 сейчас, и такой же самый счет у них, у китайской команды LGD. Я точно не помню, по-моему, они будут играть сегодня, и, скорее всего, это просто будет центральный матч-тура группы А. Да, Рер, в принципе, брались, тоже были слухи, что там у ребят какие-то проблемы между командой, как бы по ходу действия, ну, просто думаю, что еще ребята не совсем привыкли, акклиматизировались, и сегодняшний день будет очень важным для многих команд, которые расставят точки ху-ис-ху, как бы, то есть, все будет, естественно, завтра. На завтрашний день нас ждет всего лишь одна игра, то есть, там мы будем играть против китайской команды Тонг-Фу, которая тоже показывает очень хорошую игру, вот, по рецептам предыдущего дня, вот. И остаток дня, скорее всего, будет посвящен стыковочным матчам, потому что в случае, если команды наберут одинаковое количество очков, то будет решаться не по встрече, личной встрече, а будут присоединить переигровки. Именно таким образом построено расписание, то есть, вас ждет очень-очень-очень много различных игр по доте. Обязательно заходите на наш видеоканал Matus Winster TV, вас будут ждать, кроме видеоблогов, видеоинтервью, зарисовок с турнира, будут также ждать очень много хайлайтов. Я думаю, что вам понравится, и также заходите на наш сайт, читайте наш репортаж, пишите вопросы, комментарии, пожелания игрокам. Мы это все читаем, все комментируем, стараемся для вас. Спасибо большое, до новых встреч из Сиэтла, пока. Субтитры сделал DimaTorzok